Нередко возникают такие вопросы и ситуации, справиться с которыми можно только при помощи юристов. К сожалению, не у всех есть возможность обратиться к специалисту, так как данная услуга имеет свою цену. Закон об обеспечении оказания бесплатной юридической помощи мог бы стать решением данной проблемы. Уже порядка трех лет мы такую услугу представляем. Мы любому гражданину в городе Ангарске предоставляем такую услугу. Любой гражданин может в любое время с 9 до 6 к нам прийти. В данное помещение будет оказана бесплатная консультация по любому интересующему вопросу, но только консультация. По словам адвокатов, большинство юридических услуг предоставляется платно. Бесплатно помощь могут получить только ветераны Великой Отечественной войны. Юристы частных организаций считают данный закон недоработанным. Ведь получить бесплатную юридическую помощь будет возможно только предоставив большой пакет документов. Это займет много времени и доставит гражданам много неудобств. Однако большая часть ангарчан принятию нового закона оказалась рада. Ну это неплохо. У нас народу много бедного и страдающего, которые нуждаются в этом. Если это сделают, то дай бог, очень хорошо. А то богатые, они не понимают этого, заевших. Их свои дела, машины, коттеджи. А до бедного народу ему дела нет. Если кому-то помощь дадут, которому нужно действительно, то это большое дело. Я думаю, это хорошая идея. Для людей, у которых нет средств больших, на какие-то мелкие вопросы, я думаю, смогут помогать. В крупных делах тут без помощи платные юристы, мне кажется, очень проблемно будет. Закон о предоставлении бесплатной помощи депутаты Законодательного собрания области рассмотрят к концу сентября. А на сегодняшний день в Ангарске возможно бесплатно получить только юридическую консультацию. Надежда Буркина, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов. Местное время.